Всем доброго времени суток, меня зовут Аная. Для тех, кто меня не знает, я являюсь духовным лидером школы Белого Лотоса, Белым Агом и Бионеркетом. Как я и обещала, наконец-то я приехала в Колумну, и у нас здесь с вами предстоит большая работа. Здесь очень мощный Белый Ореон, напоминает, для тех, кто не знает, покровительство ангельских сфер и Сириуса. В разных точках города достаточно интересные активируются истоки знаний. И в этом видео я хотела вам рассказать вкратце, какую информацию мы с вами будем рассматривать, пару откровений, которые у меня произошли, и о нашей лекции, которая будет 16 мая. Как я вам ранее говорила, этот город, конечно, полон энергии именно в области проработки социумных проблем. И в прошлом году я приезжала, у меня была социумная магия, калейдоскоп сознания. При этом здесь совмещены два таких направления. С одной стороны приземлённые какие-то социумные моменты, с другой стороны высшая математика. Но, видимо, в этом на самом деле есть какая-то глобальная задумка, потому что, скорее всего, матрица, контролирующая социум, отличается от матрицы, контролирующей разум сознания, касаемо целей и реализации. Так как для социума, для того, чтобы управлять поведением моральными какими-то устоями человечества, нужны другие формы воздействия. И здесь везде сквозит вот эта математика сакральная, в том числе и нумерология, того, каким образом происходит построение Личности, построение восприятия себя, построение того, как мы воспринимаем других, и относительно этого мы совершаем те или иные поступки. То есть как раз о морали, о Личностях. И очень интересный такой момент. Получается то, как мы с вами воспринимаем себя и окружающих, на самом деле очень сильно нас блокирует по жизни. Это не просто оценка, которую вы якобы можете избежать, якобы нет. Это, по сути, развязывает или завязывает вам руки по жизни полностью. Потому что изначально вы, именно базируясь на понятиях оценки, моральности, поведения своего и других людей, предпринимаете не просто решение каким-либо действием, выстраиваете свои цели, но и также вырабатываете определенные черты Личности, поведения, привычки. В общем, вся ваша жизнь выстраивается. То есть это очень глубоко пронизывает нас. И здесь я столкнулась как раз таки с магией печати, запечатываний, закрываний своего собственного самовыражения, своего собственной подачи и того, каким образом это влияет на психику. Происходит это, кстати, через оценочное мышление, оценочное восприятие. И самый главный механизм программирования сознания — это выстраивание внутренней Личности, то есть то, как мы видим с семьи себя, то, какую мы Личность из себя представляем. Там, оказывается, целый механизм выстраивается относительно нашего восприятия, которое программируется. И это типа мини-мы, там какие-то маленькие в подсознании, где записывается все, что мы там оценивали, что я такой-то, или мне сказали, что я такой-то, вот у меня такие-то черты характера. Когда это все соединяется, создается огромный механизм и устраивается в нервную систему солнечного сплетения, и после этого вырабатывается то, что называется даже машинальное поведение или автоматическое, когда есть вещи, которые вы даже не можете сделать, не хотите, или у вас там что-то внутри прям не позволяет вам сделать. То есть автоматический контроль над вашим поведением. Это, по сути, цитадель всех ваших действий. И когда я начала разрабатывать материал, помните, я вам сказала, что я хочу к нашей лекции 16 мая материал разработать, именно находясь в Колумбе, поэтому у нас представление лекции так поздно, буквально за недельки-полторы происходит. Но я хотела, чтобы у меня пришло откровение здесь. И когда я начала вот эту лекцию материал подбирать, очень интересна у нас тема перепрошивка сознания. Вот очень такая она, ну не то что глубокая, сложная для простого обывателя, непонятно, примерно только вот в общих чертах, в общем, сознание программируется и закладывается туда определенная форма восприятия. Мне здесь, когда вот я сюда пришла с этой лекции, открылись немножко другие знания по другим углам, хотя суть та же самая, там, конечно, все под разными формами, мне открылось понимание того, каким образом людей программируют именно через подмену понятий. Причем здесь вот была базис мне данной информации, потому что я думала, что основная форма программирования человека через подмену понятий, когда говорят одно слово, а значение закладывают другое. Я очень часто встречала многих людей, честно говоря, даже среди моего окружения, у которых были проблемы в жизни, только потому что они считали, что, скажем, это слово означает нечто плохое, к примеру, и они стремились избегать этого в жизни. Я всегда вас призываю к одному главному правилу. Запомните железно. Ничего в жизни, апогейно, плохим или хорошим не бывает. Любое качество проявления и так далее можно как в хорошем плане, так и в плохом проявить. Даже то, что вы считаете, проявляется только в плохом всегда. Это вашу психику защитит от кандалов, грубо говоря, от печати. Если вы этого правила не будете придерживаться, вот люди, удивительно, насколько они, конечно, глубоко залазят в дебри. Ну, там пример, конечно, я проведу, хотя есть множество примеров. Вот пример один человек, там вот у него неудачный семейный опыт, и у него, значит, сложилось понимание, что семья – это нечто ограничивающее, создающее проблемы и создающее сложности. И вот он типа «я семью не хочу». То есть он говорит слово «я не хочу семью» или там, допустим, «пока не хочу семью», подразумевая под этим, что «я пока не хочу кандалов», «я пока не хочу» для себя ограничения. Хотя это ложь, потому что если мы берем само понятие семьи, то он означает любовь, понимание, там, не знаю, как не чистая гавань, а такая гавань любви, куда ты приходишь, тебя поддерживают, где у тебя поддержка, понимание, силой питаешься. И то есть все вокруг может быть враждебно, а это вот твой маленький уголочек, где есть любовь. Конечно, не у всех так и понимают, что это сложно реализовать, но тем не менее понятие семьи подразумевает это. Другое дело, если люди не могут это реализовать, это вопрос номер два. Но если у человека, допустим, не сложилось с первой семьей, и у него есть возможность реализовать вот эту вот гавань, эту любовь, эту защиту со второй семьей, то это у него шанс появляется по жизни наоборот. То есть это не ограничение. А человек изначально, что вот если речь о семье, это ограничитель, да. Если речь об отношениях, это значит проблема. Если речь там о друзьях, это значит сложности. Ну, то есть опираясь на опыт, который был прописан, он считает, что только такой может быть опыт, но вы понимаете, что опираться нужно на идеал. То есть мы должны равнять себя не по самым худшим, даже не по худшим своим каким-то примерам, мы должны равнять себя по самым лучшим. То есть это стремление. Если человек не стремится ни к чему, это деградация. Поэтому нельзя никогда равнять себя по самому низу. И здесь, конечно, пример такой вроде понятный, по гене. Есть примеры более такие запутанные. Допустим, человек у меня был, который считал, что целительство, занятие целительством – это некая ограниченная технология, где надо постоянно, вот его заставляют по системе, по технику соблюдать системность, соблюдать технологию. И, грубо говоря, вот он где-то попытался поучиться, ему говорили, вот здесь строгая система, только так и так стал, сел, вот больше нельзя шаг в левый, шаг в правый расстрел. И у него ассоциации пошли, что заниматься целительством – это значит себя в кабалу, грубо говоря, засадить. Он говорит, я не хочу заниматься целительством. А ему говорят, это твое предназначение. А он говорит, а я не хочу. У меня вот ощущение отторжения. От чего ощущение? Ощущение от воспоминаний того, как у него было, а не от самого фактического занятия, представления, которое он не выстраивает. Подмена понятий, конечно, это вот простые примеры, есть более сложные. Есть моменты, где вы даже не догадаетесь. Но вот вам кажется, пример я привела, кажется банальным. Но я вас уверяю, у многих у вас настолько вот эти вещи банальные, реально искажены. Я просто иногда в шоке бываю. Мне просто непонятно, как человек сам себе выстроил ограничитель. Вот пример, у него есть целительский дар. Вот он родился для того, чтобы быть целителем, но он почему-то вбил себе в голову, что целительство – это же вообще не связано ни с правилами системы. Правила системы – это отдельно. Обучение бывает разное. Можешь сам участвовать, можешь не сам, можешь вообще никому не уходить. То есть это настолько вообще не зависит. Но вот у него два эти понятия склеились, и всё. И казалось бы, смешно вроде, да? То есть человек уходит от своего призвания, полностью игнорирует самореализацию, уходит в сторону, потому что ему якобы кажется, что именно вот это направление, оно какое-то такое, какое-то сякое. И при этом лишает себя вообще жизни воздуха, ради которого он родился. Кажется, это смешно и странно со стороны. Но вот я говорю вас, уверяю, у многих из вас реально оно так. То есть это вот когда со стороны заметно. Это, как говорится, знаете, в чужом глазу и соринка видна, в своём бревна не заметишь действительно. А вот когда человек сам своё что-то выстраивает, вообще не замечает. То есть это какая-то слепая зона. Я не знаю, почему вообще людям это надо объяснять. И очень сложно им объясняешь. И даже пытаешься обычно понимать, что это просто твой опыт. Оно может быть вообще по-разному. Я обычно, знаете, как в отношении людей всегда такие упреждения говорю. Обычно многие люди говорят, вот этот человек такой-то, такой-то, сякой. Я говорю, ну, для того, чтобы это понять, надо очень хорошо узнать человека. А что он там думает, как он воспринимает, нам неизвестно. То есть есть категория неизвестности всегда. Вот мы это в оценке, мы всегда убираем эту категорию неизвестности. Есть категория того, что мы не можем этого знать. Или чтобы это узнать, нам нужно потратить множество времени. И только после этого можем заявить, что да, это что-то не то, мне не подходит. И не подходит почему. Не так в стиле как-то это что-то не то. Просто отгородился и закрылся. А в стиле мне не подходит, потому что здесь надо бегать. Я не хочу учиться бегать. Я лучше выберу друг друга. То есть не умею, у меня не получается, а я не хочу. То есть осознанная твёрдая позиция. И я вот думаю, что подмена понятий, это, конечно, серьёзная проблема. Я потихоньку вам вот эти понятия ввожу. Там любовь, правда. Мы по-своему проходим, что подменяется понятие правды, подменяется понятие любви. Мы это как-то восстанавливаем. Но это оказывается верхушка айсберга. Самое основание айсберга заключается в том, что происходит изначальное программирование на двоичном, получается, двоичном языке, по-моему, один-ноль. Вот. В этом коде, грубо говоря, да-нет. То есть код да-нет, хорошо-плохо, нужно-не-нужно, моё-не-моё. Ну вот, грубо говоря, да-нет. То есть образно один-ноль. Вот в этой кодовой системе происходит первичное программирование вашего понимания того, каким образом вы должны поступать, что вы должны делать, а что вы не должны делать, что хорошо делать, а что нехорошо. Кажется, вроде это не особо так глубоко может вас задеть, но на самом деле, если вас детство запрограммировать относительно восприятия, относительно того, что вы из себя представляете, относительно правильных и неправильных действий, и запрограммировать неправильным образом, то у человека полностью блокируется воля. И оказывается, перепрошив к сознанию то, что мы с чем с вами будем заниматься, это по сути мы с вами будем заниматься разблокировкой волевого центра, центра раскрытия возможности самовыражаться полноценно и высвобождения аспекта проявления себя. То есть это те ограничители, которые нас сковывают по жизни, которые не дают нам полноценно раскрываться, полноценно проявлять себя, стремиться к каким-то целям, достигать их, да вообще, в принципе, их выстраивать, вообще их, в принципе, выстраивать, понимать, как-то в своей голове представлять. Такая каша создается. Причем эти блокираторы воли, они очень сильно психику поджимают, вплоть до психосоматических реакций. То есть, к примеру, если вы о чем-то начинаете думать, не о том или делать, у вас там начинает болеть там что-нибудь. Причем это не знак, как некоторые думают, да, значит, я не должен туда идти и что-то делать. Я всегда говорю, ребята, избегайте шизотерики, вот это бездумные, я не знаю, бездумному потаканию, манипулятивным методом. Этим же можно управлять, можно вам, как это, шокер, там, знаете, как рабов, там, кнутом раз, туда не иди, и он такой, да, я чувствую боль, наверное, я что-то неправильно делаю, а шел на свободу, да. Вот поэтому, ребят, вообще, да, вплоть до самосоматики, то есть это может быть как, психосоматики, вернее, это может быть как реально болевые ощущения, так и психические какие-то накаты, то есть, допустим, панический накат, и накат там, вот, нежелание смотреть или закрыться, блокировки, клаустрофобия, да что угодно. То есть представьте, насколько этот блокиратор реально работает. И я вас уверяю, вот эта конструкция с детства выстроена, и много лет она у вас работает, обойти ее крайне сложно. То есть это не просто так, я решил и я сделаю. Для того, чтобы понять, что то, что вы решили, это правильно, для того, чтобы это сделать, нужно понять, что вы правильно решили. То есть у вас должна внутренняя поддержка быть, там очень интересный механизм, понимаете, замкнутое кольцо. Вот опять же, если у вас нет внутренней поддержки, если у вас нет внутреннего ощущения, что то, что вы делаете правильно, вы не будете так сильно бороться, потому что вот вы пробиваетесь, а вроде надо или не надо, а я не знаю, а чего так, типа, напрягаться, а может, я неправильно поступаю, собственно, а зачем напрягаться? То есть для этого нужно сначала понять, правильно вы поступаете или нет. А для того, чтобы это понять, нужно эту конструкцию разрушить. А чтобы ее разрушить, необходимо пробить, потому что она будет сопротивляться и будет говорить, что вы неправильно делаете. Тут получается, вы якобы против самого себя идете, хотя, конечно, вы идете не против самого себя, вы идете против системы. И вот эти конструкции преодолевать крайне сложно. Я бы сказала, это рабские цепи, рабские кандалы. То есть они вот как на шею одеваются, вот это блокираторы воли, и на руки. Соответственно, оказывается, вот работая с перепрошивкой сознания, мы с вами будем работать с освобождением воли, со снятием рабских ограничителей, либо по-другому это называется блокировки печати на чакрах, на энергетических центрах, которые не позволяют вам свободно самовыражаться. На самом деле это напрямую связано именно с аспектом социума. Именно взаимоотношения на этом играют, используют взаимоотношения, социум понимания, чтобы сыграть вот на этом программировании. Поэтому здесь у нас знание взаимоотношений. Знаете, в этот раз я хочу тоже еще глубже туда опуститься. Я же в прошлый раз далеко не все здесь исследовала, и вообще не знаю, за этот раз успею исследовать все или нет. Но тем не менее, в этот раз я бы хотела больше уклон сделать на проблемы во взаимоотношениях, и вот какой-то материал разработать для этого. И потихоньку я буду вам выкладывать информацию, как вот это все распечатывать. Вот сейчас у меня немножко открылись некоторые моменты того, каким образом происходит манипуляция в общении и в восприятии, каким образом играют моралью. Но самое интересное, что основа нашего, кстати, российского восприятия во многом берется с базисной основы самого потока целительства, который здесь работает. Но удивление, я никогда не знала, что наше восприятие энергии очень сильно связано с тем, как работает именно процесс исцеления в той или иной местности. Оказывается, вот наша жертвенность с вами, вот наше это страдальчество, что мы на себе тащим все, что у нас там женщины в горящую избу зайдут, коня на скаку остановят. То есть вот этот психотип выработан у нас здесь, он выработан в отношении того, каким образом здесь работают целительские энергии, а не как поток заходит. При неправильном их использовании создается эффект вампиризма, жертвенничества и полной самоотдачи. Кстати, вот этот аспект мы рассмотрим, потому что я здесь нашла очень классное место женских энергий, где можно колдовать, там такая магия. Причем в городе, вот я удивляюсь, там такая колдовская сила именно женских энергий. И когда я начала сканировать, просматривать, мне открылось вот знание как раз о том, как происходит процесс исцеления через наши русские земли. Там прям глубокая философия, понимание как движется энергия. Я вам в отдельном видео, ребята, чуть позже это целительство передам. Это небольшая технология, она несложная, я в принципе вас обучу ей. Но, наверное, те, кто воспринимает подачу бессловесным языком, потому что я вам расскажу теорию, а практику я покажу энергетически. Вот кто улавливает, вы в принципе поймете, как это работает. И там интересно раскрылась информация о том, как вода может, в какие состояния может быть структурирована вода. То есть мне пошла такая речь, что вода структурируется, что мы с вами рассматриваем структурирование воды только в одной или двух фазах. Ну, основная фаза одна. Причем вот христианская церковь при освещении, они используют одну фазу, что самое интересное, соностроена с Луной, не с планетой Землей. То есть вода соностроена с планетой Луной почему-то. Но, видимо, там же идет это программирование, тут же у нас инопланетные базы расположены, они оттуда программируют воду, и нам ее заливают тут, грубо говоря. Здесь это играет огромное значение. Мы с вами не знаем несколько базовых основ структурирования воды. Я как раз начала раскрывать информацию, но до конца я не раскрыла, потому что времени не хватило. Сегодня пойду продолжать. Я постепенно это просмотрю. И очень интересно, у меня открытие было, я все возле своего детского дома хожу, где я в детстве выросла. Помните, в прошлом году я вам рассказывала, что мы оставляем кусочки сознания свои детские в тех местах, где мы жили. И в этот раз я пришла, и эти куски также опять же вижу. Я с ними оснастрелась, в прошлый раз работала. У меня получилось их энергетически преобразовать, но связь еще осталась. И в этот раз, когда я пришла, мне пришла другая информация, что их можно соединить и выстроить из них единую систему. И когда я выстроила из них единую систему, там открылся как будто тоннель в прошлое, в детство, через которое я могла очень легко все детские комплексы прорабатывать. Хотя, вот если вы смотрели мои предыдущие видео, я рассказывала, что проработать детские комплексы очень сложно, не по причине того, что мы скрываемся, это психологически тяжело. Нет, это очень легко абсолютно. Там две секунды. Причем, если человек даже настроен, это легко решается. Вопрос в том, что закрыт доступ подсознания к этим комплексам. Они закрыты так, что даже если ты подойдешь, там миллиард систем сопротивления. Это если ты подошел, а тебя не подпустят, там еще либо черные магии, либо слои закрыты, там столько слоев, которые тебя не пускают. Просто подойти и отработать его, там элементарно неправильное понимание. Вот ты не так видел вещь. Ты подошел, перевернул, что это неправильно. Я такой, а, да, действительно, что я так думала? Да, не знаю, что. И все, и там все перевернулось. Две секунды вот реально их решаешь, но подобраться к ним, это там целая башня, там, не знаю, осаду замка надо выплыть. И вот здесь у меня получилось открыть прямой ход к этим комплексам за счет вот места, где я в детстве выросла. Я выстроила там целый тоннель, он прям построился, и через него вот заход. Но пока здесь он работает, мне была дана информация, что он будет работать, конечно, в других местах, но я пока не знаю. К сожалению, действительно, по своей практике могу сказать, сколько бы я ни старалась. Сейчас город-то близко, вот я, допустим, живу в 100 километров от колонны, фактически, я не могу сказать, что это так далеко, но тем не менее, небо и земля, разница по энергиям, и энергии уже многие не работают. И вот многие энергии, которые я проработал в прошлом году, они так здесь остались, вот пока я не приехала, опять их прорабатываю. Вот казалось бы, да, типа, зачем перемещаться? Ну вот, практика показывает, что это работает, что это рабочий момент, и действительно, где-то надо физически присутствовать. Соответственно, я, конечно, эти каналы открываю, потом проверю, насколько они работают, надеясь эти проработать моменты, которые у меня были заблокированы, черной магией, я не могла к ним подобраться. Здесь тоннельчик такой открылся, я туда зашла, очень много узнала про свое детство дополнительно, с точки зрения энергии, с точки зрения происходящих событий. Но проработка комплексов помогает, конечно, открыть глаза и немножко изменить, сместить восприятие. Но это уже момент следующий, я буду разрабатывать эту технологию позже. Также у нас еще с Сириусом предстоит информация передачи, которую я хочу подготовить к факультету в следующем семестре. Но пока что, ребята, с социумом я, наверное, еще проведу какую-то работу. Посмотрю, когда у меня больше раскроется знание, каким образом манипулируют взаимоотношениями, натравляют людей друг на друга. Начнем с понятийной базы, начнем с базовой прошивки, программирования. Кстати, там действительно как прошивка. Я когда смотрела, как программироваться этот вот кокон подсознания, не знаю, как его назвать, он вот от понятия «да-нет», «да-нет», там вот как этот стежок зигзагообразный происходит, и он сверху вниз, снизу вверх. И прошивается это все на базе, как вот я называю материнской платы, на самом деле это базис восприятия. Там есть такая база общая. Но по сути это выглядит как паяние микросхем. То есть вот представим, что это база микросхем, материнская плата, и вот мы припаиваем, там вот припой вот этих понятий происходит. То есть припой в данном случае это же электрическим импульсом совершается, а электрический импульс – это мысль. То есть мысль запускают, и мыслью привязывают узлом. Здесь привязали, здесь привязали, здесь. И вот так вот прошивка образуется. И действительно, прошивка во многом, наверное, то, что, вернее, не дает, а то, что подсовывает вам палки в колеса, когда вы двигаетесь очень серьезно. То есть у всех она разная, разного уровня, там зависимость от окружения, жизни, и, понятное дело, там, где вы жили. Но вот здесь, в Коломне, очень крутая разработка именно вот этих вот NLP, прошивок, систем программирования сознания. Здесь это очень раскрыто, видимо, такой город, и я как раз здесь эти знания получаю. И именно через мысль, то есть если в определенном настрое, состоянии вам запустить мысль, но для этого, перед этим вас нужно подготовить, восприятие вам подготовить, то это программирование, в принципе, совершается очень легко. Но обратное перепрограммирование совершенно гораздо сложнее делается, и там нужно прямо несколько слоев снимать. Но я вас обучу, я технологии вам дам, я вам дам технологии. И знаете, что вот эта лекция на 16 мая, она больше будет походить на урок логики, потому что я вас буду учить схематичному мышлению, как эта схема мышления выстраивает программу. Потому что там получается вроде магия, вроде NLP программирования, но используются логические схемы. И, соответственно, если вы воспринимаете логические схемы, схематичное мышление, наверное, у вас это гораздо лучше пойдет. Хотя я советую всем, потому что на этой лекции, помимо информации, которую я вам дам, соответственно, я проведу магическую работу. Я вот эту систему перепрошивки заменю на распечатку волевого центра, чтобы у вас произошла разблокировка самовыражения, проявления себя, самоподачи, то есть успех самореализации. Это, по сути, удача, успех самореализации, раскрытие себя собственной индивидуальности, понимания себя и так далее. То есть очень многие, опять же, моменты проявления моего характера, я поняла, что они полностью устраиваются по этой местности. Здесь, как вы видите, творчество, индивидуализм, то, что у меня это развито, оно относительно местности развилось. Конечно, здесь для развития творчества идеальное место. Но и так же, как в Америке, везде, где Белый Орион, он, кстати, очень способствует развитию творчества. Вот, Ринет, значит, мы с вами поделим работу на две фазы. Это передача знаний, общее базовое знание, технологическое знание и магическая работа, где я помогу тем людям, кто, допустим, пришел не для того, чтобы учить эти логические базисы, а просто хочет участвовать в магической работе, где я помогу распечатать волевой центр и снять блокировки и печати различные, снять арабские кандалы. То есть это, по сути, раскрытие самовыражения. Вот, поэтому работа будет многомерная для всех видов учеников, кто с каким направлением, кто с каким желанием. Записывайтесь, к 16 мая осталось совсем мало времени, я только сейчас выкладываю вам информацию. Но в будущем следите за YouTube и за Instagram, потому что я буду выкладывать информацию дополнительно. Все-таки вот целительский метод я хочу вам выложить отдельно. Он такой несложный, но он, кстати, потоковое целительство местное, абсолютно российское, не пледянское в пивы, в жизни, вы знаете. Потому что я преподавала, и все преподают потоковое целительство Плеяд. А это вот наше, я не знаю, славянское потоковое целительство. Оно, конечно, немножко другое вообще. Плеяд космическое, а у нас более заземленное. Но об этом позже. Информации очень много, все еще предстоит. Вот, ребята, заходите на наш сайт www.beloylutos.com. Там вся более подробная информация. Кстати, если какие-то ссылки нужны, все под видео. Вся информация, ссылки на сайт, на мероприятие и так далее. И в Instagram подписывайтесь. Там я выкладываю некоторые видео, которые я не выкладываю здесь. Вот, всем удачи и до новых встреч!